МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет, друзья! Телеканал «Миколаев» представляє програму «Стопкадр» в студії Аніта Раширська. Як треба поводитись в житті, щоб встигати і жити, і працювати, і радіти цьому життю? Почуємо в нашій сьогоднішній програмі. Как правило, талантливий творчий людина в будь-якій найнегативній ситуації, в состоянии увидеть зерно позитива. У меня сейчас народный женский академический хор имени Светланы Фомяных и коллектив детской музыкальной школы. Мои коллеги, наши друзья, хористы, они меня очень сильно поддерживали и поддерживают. Сколько всего поменялось за 40 лет, опять же, в жизни нашей страны. Коллектив до сих пор сохранился. Сьогодні, друзья, мы с вами дізнаемся, чи легко бути заслуженным працівником культуры України. Друзья мои, я думаю, вы со мной согласитесь в том, что нет на свете неталантливых людей. У каждого из нас есть свой талант. И каждый его, конечно, приумножает, идя по жизненному пути. И сегодня мы встречаемся с человеком, у которого очень много талантов. А один из главных талантов — это умение, во-первых, выходить из трудных положений с победой, а во-вторых, улыбнуться даже там, где, казалось бы, улыбки и места нет. И поэтому я с удовольствием представляю вам нашу сегодняшнюю героиню — Татьяну Островскую, заслуженного работника культуры Украины. Кстати, свежеиспеченного работника Украины, заслуженного. Потому что это звание она получила буквально на днях, да, Татьяна Анатольевна? Буквально несколько дней назад вам объявили, что вы удостаиваетесь звания заслуженного работника Украины. Да, всё совершенно верно. Что я могу по этому поводу сказать? Дело в том, что это не только моя заслуга, это в первую очередь заслуга нашего народного женского академического хора имени Светланы Фоминых, как руководителя которого меня удостоили чести и получили звание заслуженной работник культуры Украины. И, положа руку на сердце, я могу сказать, что в нашем коллективе есть ещё человек 10, которые поют в хоре больше 15 лет, а некоторые больше 20. И была бы моя воля, я бы, конечно, им тоже, их удостоила такого высокого звания. Татьяна Анатольевна, мы с вами не так давно встречались, когда вы только-только возглавили детскую музыкальную школу номер 2, возглавили её как директор. И мы тогда с вами говорили, я думаю, что телезрители помнят, потому что в тот момент Татьяна Анатольевна, посмотрите, такая хрупкая, такая изысканная и утончённая. И вдруг из её уст звучит, что она и завхоз, и мастер. И вот смотрите, прошло совсем немного времени, и с нашей лёгкой руки, дорогие телезрители, Татьяна Анатольевна, уже заслуженный работник культуры Украины. Татьяна Анатольевна, совсем мало времени прошло, и уже такой прорыв. Вы знаете, во-первых, приятно, что наш город пополнился ещё одним заслуженным работником Украины. Почему? Потому что это и для города в копилку, в его ценности тоже немаловажно. А вот для вас лично? Для меня это, ну, любому, наверное, творческому человеку приятно, когда его труд и достижения оцениваются, скажем, вышестоящими службами, государством. Татьяна Анатольевна, что помогает вам в вашем оптимистическом настрое к жизни? Потому что вам очень как нелегко, потому что телезрители могут подумать, что вы вся такая в шоколаде. На самом деле всё же немножечко по-другому. Ну, в первую очередь вдохновляют люди, которые окружают, люди, с которыми я сотрудничаю. Это и коллеги, которые поют в нашем хоре, это и коллеги на работе в музыкальной школе. Дело в том, что наш город полон талантливых людей. И, как правило, талантливый творческий человек, он в любой самой негативной ситуации, он в состоянии увидеть зерно позитива, взрастить это зерно и вырастить яркие плоды. И такие люди, слава Богу, в моей жизни есть. Я им благодарна, потому что все заслуги, они, ну, пустые сами по себе. Очень важно вокруг иметь единомышленников, друзей, коллег, которые действительно поддерживают и в горестях, и в радостях. И я благодарна всем вам. Представляете, которые поддерживают и в горести, и в радости. И вот когда человек радостен, вокруг него всегда много других людей, которые как бы греются этой радостью. Когда он в горести, тоже много людей, которые готовы разделить с ним это горе. И слава Богу, что мы не одни, что вот есть у вас коллективы. У вас же не один коллектив, Татьяна Анатольевна. Ну, у меня сейчас народный женский академический хор имени Светланы Фоминых и коллектив детской музыкальной школы. Потому что, в свою очередь, у меня, мой творческий путь начинался с детских коллективов. Это был коллектив «Каприз» сначала Дворца творчества учащихся, который мы заслужили сначала звание образцового, потом звание народный, а потом был молодежный вокальный ансамбль параллельно в областном Дворце культуры «Каприз». И тоже мы дослужились до звания образцового. А сейчас, как бы, перейдя на работу директором, уже невозможно держать два творческих коллектива и ещё и коллектив, и, как бы, хозяйственно-бытовые моменты, связанные с работой школы. Но для меня, конечно, работа в школе — это совершенно новый виток жизненный. это, скажем, ступенька к социальной адаптации, потому что творческие люди, как правило, они немножко оторваны от реальности. Они, можно сказать, очень часто совершенно оторваны от реальности. А тут, как бы, есть возможность погрузиться в эту реальность по самые уши. Ну, вот погружаясь в реальность по самые уши и трудности решать бытовые, особенно для женщины, это ведь очень сложно. То есть нужно обладать и аналитическим складом ума, и быть хорошим хозяйственником. А как это сочетается с творчеством? У меня очень хороший завхоз. Важны люди вокруг. Важно правильно подобрать коллектив свой и найти подход каждому, научиться мотивировать этих людей в такой трудный, как бы, период жизни нашей страны. Это, и, конечно, это человеческие качества каждого отдельно взятого сотрудника. И мне приятно, что вокруг люди, которые умеют проникнуться каким-то определенным фанатизмом, патриотизмом, это люди, которые могут бескорыстно что-либо полезное и нужное в данную секунду сделать. И я рада, что такие люди у нас есть. У вас нет таких людей, которые говорят, «Нет, это я делать не буду, мне за это не платят». Люди разные есть, но вблизи именно те люди, слава Богу, которые должны быть. Можно собственным примером ещё мотивировать, но понятно, что сама всё не сделаешь. Все участницы разные, и искусство взаимодействия, почему я говорю, что хорместер, он может реализоваться в любой сфере жизнедеятельности, потому что искусство работы с хором заключает в себе всё. Это и психология, это и педагогика, это и музыкальные аспекты, это какие-то энергетические подвязки, это умение увязать в одно целое души совершенно разных людей с разным мировоззрением, с разным образованием, с разным жизненным опытом. И умение взаимодействовать, заставить собрать это всё в единое музыкальное полотно, оно таким же образом переходит в работу в любой другой сфере на самом деле, потому что очень важно умение взаимодействовать. И я надеюсь, что в нашей стране, как в большой такой семье, тоже проявится умение взаимодействовать и работать на результат совместно. Не каждый сам по себе, а действительно помогая друг другу совместно созидать. Татьяна Анатольевна, вот вы так получается, что вы идёте по жизни постоянно в окружении людей. И учились, и потом, когда руководили ансамблями, сейчас вы возглавляете детскую музыкальную школу, являетесь директором, и возглавляете хор женский, академический, который гремит, слава Богу, не только в пределах Украины, но и далеко за её пределами, в чём и ваша заслуга тоже. И вот вы как такой аккумулируете на себе, как вы говорили, на вас зациклено очень много взглядов и судеб. А когда вы только вот начинали, если взять, например, коснуться вашего назначения на руководителя хоров Аминых, вот когда произошла трагедия, и когда хор лишился своего руководителя, Светланы Фоминых, Царствие Небесное, и вам предложили возглавить этот хор, у вас были сомнения возглавлять? Или вот вы, твёрдость вашего характера, она не позволила вам сказать, нет-нет-нет, я не знаю? Конечно, сомнения были, но опять же люди вокруг, то есть мои коллеги, наши друзья, хористы, они меня очень сильно поддерживали, и поддерживают, я надеюсь, будут поддерживать, потому что вместе, мы очень многое пережили, вместе мы понимаем прекрасно, что мы делаем такой очень тонкий вид искусства, потому что хор, ну вот человеку, у него аллергия, он потерял голос, вот инструмент не звучит струнный, пошёл купил новый, исполнитель тот же, в репертуаре, в тонусе, в том же так, а тут если у человека, не да бог, что-то со здоровьем, всё, уже вылетает этот звук, этот инструмент, этот энергетический как бы пучок, без которого, ну никак, поэтому хор это очень тонко, и мало кто это понимает на самом деле, вот почему за рубежом, например, во всех серьёзных вузах, Гарвардах, Охсфордах, Тринити колледж, везде обязательно существуют хоровые коллективы, потому что это очень тонкий, и это самый сложный вид искусства, как на мэн, ну так и есть, так и есть, потому что здесь подвязано всё, и энергетическая, духовная, физическая составляющая, вот поэтому нельзя недооценивать это, и нужно понимать, насколько сам продукт этот хоровой, да, насколько ценно это искусство, вот не все это, к сожалению, пока понимают. Хор действительно, когда это живое звучание, именно даже не музыкальное звучание, а живое звучание живых голосов, и, наверное, недаром даже вот в православной церкви, там службы проходят в сопровождении хора, если в костелах, в католических звучит арган, то в православных поёт хор, и объединить хор, сложно, правда, телезрители? Очень сложно объединить хор. Ну, я же говорю, я не на пустое место пришла, коллектив с таким, с такой историей богатой, с таким опытом, я говорю, у нас поют люди, которые со Светланой Григорьевной фактически начинали, вот, поэтому есть костяк, как говорила Светлана Григорьевна, выражалась, людей, на которых можно опереться, и, конечно, была бы моя воля, я бы этих людей всех ответила, ну, поживём, увидим, раз Бог получится, надеемся на лучшее. Вот скажите, пожалуйста, вы вообще по жизни лидер? У вас же есть ещё сестра, она лидер или вы лидер? Вообще в семье, кто у вас в семье всем руководит? Мы не лидер, но жизнь заставляет. Тяжело, тяжело думать, тяжело думать за многих, тяжело, но жизнь заставляет, так пришлось, так получилось. Я, в моей жизни сложилась таким образом, поэтому лидер, не лидер, это всё условности, и я бы сказала, даже это штампы, потому что каждый человек в зависимости от обстоятельств ведёт себя, ну, каким-то, реализуется каким-то образом. Если так, то как лидер, если не как лидер, как нечто другое, единственное, что не хочется прожигать бестолковую жизнь, вот и всё. И хочется максимально, качественно, созидательно, это, не упустить время, потому что многие гоняются за деньгами, за финансами, это важно, это нужно, но время за деньги не купишь, жизненное время. Мы забываем о том, что время — это основная ценность. Говорят, время — деньги. Ну, вот тут я бы поспорила, потому что за деньги купишь деньги, купишь это, а время ты себе не добавишь ни на день, ни на минуту, ни за какие деньги. Ну, вот вы такой занятый человек, и директорство в школе, и руководить хором, и вы же ещё работаете здесь, в культ, в колледже культуры и искусств. А где вы берёте время? Если вы его не покупаете за деньги, а время за деньги, видите, друзья мои, купить нельзя. Ну, вот Татьяна Анатольевна сейчас откроет нам секрет, где она берёт время? Ещё ж нужно какое-то хозяйство дома вести, ещё нужно быть красивой. У меня дома замечательный тыл, и красиво я бываю только по случаю на сцене, скажем так, по большим праздникам. Ну, это всё такое, условное. Каждый живёт просто в своём мире, в своих каких-то на целях, идеях и задачах. Мне нравится заниматься тем, чем я занимаюсь. Я бы хотела, чтобы люди, которые со мной работают, чтобы им было комфортно и по возможности создать благоприятную для работы, для творчества обстановку. и всё, что могу в этой ситуации, я стараюсь сделать. Я благодарна, когда нам помогает управление хору, когда областное управление культуры помогает, музыкальной школе помогает, городское управление культуры. У них тоже работа, не сахар, по большому счёту. Вот, поэтому надо жить созидательно. Татьяна Анатольевна, жить созидательно, это действительно, ну, это искусство, которому нужно учиться. А учатся, учиться начинают, как говорится, с детства. Вот вы, как директор детской музыкальной школы, вам и карты в руки. То есть, вы можете своих учеников учить созидательно? С чего начинаете? Ну, пять часов в музыкальной школе у меня сейчас нет. Я работаю как педагог в колледже. Поэтому, ну, так, по закону положено. То есть, я не могу иметь больше, чем определённое количество нагрузки. Студенты, это тоже дети? Студенты, да. 15-16 лет, чем дети? Такой сложный возраст. Это очень сложный возраст. Ну, как-то, мы просто все вместе стараемся делать то, что у нас получается, и делать это как можно лучше. И делать всё возможное, чтобы этот вид культурный не зачахал в наших реалиях сего дня. Ну, а звание я получила, да, на честь 25-летней незалежности нашей державы. И хотелось бы пожелать, чтобы наша держава была действительно независимой не только юридически, но и независимой, например, от кредитов МВФ, чтобы она была экономически независимой, политически независимой. Хочется пожелать нам всем, чтобы мы были зависимы только от здравого смысла. Это очень здорово, быть зависимым от здравого смысла. Правда, телезрители? Но не всегда получается. Бывает, как Пушкин ещё когда-то сказал, суждены нам благие порывы, но свершить ничего не дано. Но нашей героине по плечу многое. Татьяна Анатольевна, но главное, вы понимаете, чтобы не терять время и чтобы его с пользой вкладывать в банк дальнейших своих жизненных свершений, в первую очередь, чем вы руководствуетесь? Наверное, вы пишете план какой-то, вот вы как бизнес-леди, как деловой человек. Многие пишут еженедельники. Так, сегодня там обед у президента, ужин с королевой, завтрак ещё где-то. У вас чего начинается день? Иногда я стараюсь писать, писать на сегодня, писать план на месяц. Ну, в основном, как бы обдумываю, но хотя говорят, что более эффективно писать. То есть какие-то намечать дела, там основные моменты, планировать своё время, планировать свой день, планировать свой год, вплоть до десятилетий некоторые планируют. Ну, я так далеко не заглядываю, но есть моменты, которые стоит записывать, потому что действительно сложно удержать очень контрастные какие-то виды деятельности, удержать одновременно в голове. Ну, подписываю, ну что же, сколирую. Нет, это дело даже не просто ведёте? Надо писать. Никак не веду, но потому что, наверное, времени не хватает. Хотя тоже стоило бы, наверное. Потому что, когда есть возможность озвучить какие-то моменты уже прошедшие, есть возможность по-другому оценить, как-то осмыслить, то есть уделить, опять же, этому времени, чтобы в дальнейшем как бы более эффективно жить и работать. Когда вы работаете, например, со своим хором над репертуаром, перед концертом, столько сил, проходят репетиции, час и два, бывает и больше, а концерт прошёл, что такое концерт? И вот столько, ну, месяц готовитесь или полмесяца, но всё равно уходят все силы. Прошёл концерт и раз, вот не жалко бывает, что столько сил, а всего лишь на каких-то полтора часа концерта. Ну, поэтому мы стараемся всё-таки по возможности записываться. Два диска уже выпустили, я надеюсь, что найдём средства и возможность записать ещё, потому что действительно в концерте, ну, у нас всегда очень сложно с позвучкой, как бы это свои нюансы, тонкости, не всегда звучит всё так, как хотелось бы. И поэтому, конечно, после концертов у меня, ну, одно дело живое восприятие, вот здесь и сейчас, другое дело даже видео смотреть. Вот. Тут, конечно, бывает такое, что я бы, должно быть лучше. Вот. И в студии многие моменты удаётся всё-таки сделать максимально приближённо по качеству к тому, вот как это должно звучать. Вот. Интересные композиторы, с которыми мы сотрудничаем. Кстати, вот я была в Киеве, встретилась тоже с Викторией Полевой. Я очень люблю её творчество. Мы буквально летом делали концерт, посвящённый только её музыке, потому что это такой, скажем, украинский вангелис, если можно так выразиться. Очень интересный человек, очень глубокий, образованный. И мне кажется, что она так смотрит хорошо за горизонт, то есть она очень тонко чувствует мельчайшие изменения, какие-то энергетические, структурные, духовные. Всё это в её музыке слышно, и это нам близко, потому что мы стараемся петь как бы современную музыку, хоровую. И, конечно, когда встречаешь удивительных украинских авторов, то это очень приятно такое сотрудничество. Творчество, оно на крыльях поднимает, и как-то заглядываете немножечко в другой мир. Ну вот отзвучала последняя нота, всё, уже концерт закончен, нужно возвращаться в реальную жизнь. Нужно ли? И как? Чтобы без потерь? Ну у нас каждый год какие-то потери, потому что состав полуучебный, полуаматорский, там выпускаются студенты, куда-то уходят. Сейчас многие люди теряются, уезжают куда-нибудь. И каждый год всё равно новый состав. То есть есть костяк, а есть какие-то изменения. И в этом как бы тоже определенный такой вот нюанс. У нас каждый раз звучит всё по-другому, потому что где-то состав другой, где-то настроение у кого-то другое. И хоровая музыка, она совершенно не статична. Она постоянно изменяется в зависимости от душа человека. Огромного количества нюансов. Всё это влияет. Поэтому мы привыкли, что сегодня здесь спели, здесь так, и идём дальше, потому что что день грядущий нам готовит, никто не знает. Но я надеюсь, что мы всегда надеемся на позитив. Главное, чтобы не было, как его напрасно взор мой ловят, да? Нет, нет. В нашем случае, я надеюсь, так не будет, потому что если за 40 лет в общем-то не удалось, то как-то это очень серьёзный момент. Сколько всего поменялось за 40 лет, опять же, в жизни нашей страны. Коллектив до сих пор сохранился, и хотелось бы, чтобы так и было, потому что есть вещи, которые нужны, вещи, есть какие-то ценности, которые должны сохраняться, которых нужно оберегать и поддерживать, тем более, когда это ещё и живые люди. Сегодня, друзья, мы с вами общались с заслуженным работником культуры Украины, керевником народного академического жіночого хору имени Святлани Фоминих Тетяной Островской, яка впевнена в своих друзях, чого и вам желаю. Я, Анна Тарашевская, прощаюсь с вами на все добре. Субтитры Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнал «Симон»